Всем привет, вы на канале СуперКит. В продолжении предыдущего видео о разнице скорости работы SATA2 и SATA3, если все же появилось желание подключить свои накопители именно в SATA3, а таковые не имеются на системной плате, то для получения такой возможности есть плата расширения, адаптер, переходник, кому как удобнее. О том, как работает такое устройство и что оно дает, предлагаю рассмотреть в этом видео. Заказал в Китае такой вот переходник из PCI-Express X1 в SATA3, либо в eSATA. Если честно, то по моему наблюдению, eSATA это очередной из многих стандартов, который умер при рождении, так как оказался неинтересным для пользователей. Тем не менее, эти выходы под подключение таких устройств здесь есть. Однако, как и указано на сайте продавца, работают они в режиме исключения с обычным SATA. Для выбора по использованию разъема имеются джамперы, меняя положение которых, можно включить или выключить SATA или eSATA. Также в комплекте полагается диск с драйверами. И SSD, и данная системная плата как раз участвовали в нескольких последних видео, так что ничего нового здесь нет. Новый только адаптер. В материнке есть три порта SATA2 и один порт SATA3. С этим единственным портом SATA3 и сравним скоростные возможности адаптера из PCI-Express в SATA3. Включив комп первым делом, видим информацию о том, как данный адаптер определяется системной платой. Также видно и подключенный накопитель, независимо от того, какой. Я пробовал и винчестер, и SSD. Данная процедура отнимает 10 секунд от включения до начала загрузки винды, либо от возможности зайти в BIOS, по сравнению с отсутствием данного переходника. Однако, все происходит само собой, и никаких сторонних драйверов дополнительно не нужно. Затем идем в BIOS, чтобы увидеть, как распознается это устройство и накопитель, который к нему подключен. У данной материнки в BIOS есть системный браузер, в котором видны подключенные устройства, в том числе и адаптер, который как раз подключен в PCI-Express X16. Просто мне удобнее было его подключить в X16, но можно и в X1, разницы нет. Накопитель отображен как обычно. Вроде как все определяется, можно запустить вин 7 и посмотреть какие-нибудь тесты. Сама винда загружается от момента включения как раз на эти 10 секунд дольше, чем без переходника PCI-Express в SATA 3. О времени загрузки вин 7 и вин 10 на SATA 2 и на SATA 3 как раз был посвящен предыдущий ролик на канале. Операционка загрузилась, предлагаю посмотреть, как определяется адаптер в диспетчере устройств. Несмотря на то, что у меня на плате распаяно лишь 4 порта SATA, в диспетчере устройств отображается 6 портов, а с данным переходником 8, как раз на 2 больше. Стало 2 нулевых и 2 первых. CrystalDiskMark дает следующие значения. На максимальную скорость это хуже, чем напрямую подключенный в плату SSD. Возможно, это вызвано работой самой материнской платы, а возможно и всеми вместе устройствами, из-за наличия посредников, если можно так выразиться. Но в любом случае это явно быстрее, чем SATA 2. С определением производительности SSD все намного проще и прогнозируемо. Если Win7 оценивает твердотельник в 7,9 баллов и на SATA 3 и на SATA 2, то и в данном случае будет так же, что и подтверждается окончанием теста. На плате расширения портов SATA 3 есть индикация активности подключенного винчестера или твердотельника. На диске, который полагается в комплекте, есть драйвер. Я его не устанавливал, так как все работает явно на SATA 3. Возможно, он нужен для более ранней версии винды, например, той же XP. Выключение компа происходит, как и обычно, без каких-либо задержек. В процессе подключения и отключения внешних дисков, пока тестил, обнаружил интересную особенность своей материнки. При попытке безопасного извлечения предлагается отключить любой из подключенных дисков. В том числе и единственный системный. Ну, давайте отключим. Жаль, не получилось. Ну что же, вин 10, в отличие от вин 7, уже прогружается немного быстрее с SATA 3, чем с SATA 2. Но эта разница нивелируется временем ожидания, пока адаптер воспримется системной платой. На очень объемных программах, при уже включенной операционной системе, можно действительно получить профит. Возможно, еще больше смысл имеет установить себе SATA 3, если нет даже SATA 2. Но я сомневаюсь, что на таком компе будут запускаться программы, которые требуют мощную начинку в принципе, а не только быстрый накопитель. Необходимость покупки решайте сами. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok